Всем привет! В Diablo 4 были уже запущены PTR тесты предстоящего 4 сезона. Саму тематику нам не показали, но уже показали полноценный крафт, и его мы разбирали в предыдущем видео. Ну а в этом видео я вам покажу другие изменения, которые связаны с эндгеймом. И вот что в первом видео, что вот этим вторым видео, я попытаюсь, точнее не то что попытаюсь, я сэкономлю вам время. На установку PTR, время на опознавание материала, чтобы вы это время не тратили, я его потратил за вас. Потому что повторяю, как я когда-то говорил по поводу Diablo 3, то же самое говорю и по поводу Diablo 4. PTR это не то место, где надо играть. Зашел, потестил, до свидания. Давайте, наверное, не затягивать, а сразу приступим. Что сейчас вы наблюдаете перед своими глазами? Какой-то сбой? Нет. Это, дорогие друзья, демонстрация отличия изначального варианта камеры от варианта того, который появится у нас уже в четвертом сезоне. Много это или мало? Не знаю, может разработчики что-то будут менять. Может не будут менять, и нас, точнее вас это все устраивает. В любом случае, корректировки планируются такие. В настройке графики есть соответствующая менюшка, там выбираем или дальнюю камеру, или же стандартную. Тут все просто. Давайте дальше по списку. Следующее, о чем стоило бы сказать, это то, что появляется новый контент. Это порталы, где в Diablo 4 этот контент будет называться Ямой. Для начала, где находится этот контент? Нам, дорогие друзья, нужен город Керригар. И именно там и только там есть вход в эту яму. Точнее стоит обелиск. Мы к этому обелиску подходим, ну и выбираем уровень портала. Безусловно, поначалу у нас будет только первый. Я уже дошел постепенно до 13-го. И в принципе, контент, данный контент меня очень устраивает. Я бы даже сказал, наверное, радует. Потому что в Diablo 3 мне очень нравились великие порталы. И мне очень приятно, что они появились теперь и в Diablo 4. Только слегка преображенные. Так как это контент, то по идее для этого контента нужен какой-то ключ. Ресурс. Да, этот ресурс имеется и здесь. Чтобы запускать эти порталы, нам нужен ресурс, который называется Rune Shards. Рунические осколки, по идее, пока перевода нет. Как сожалению, и нет никакой информации, где они добываются. Но путем метода проб и ошибок, спортивного тыка, я несложно обнаружил. Что эти рунические осколки мы можем добывать в фарме абсолютно весь контент в игре. Бегая кошмар на подземелье? Пожалуйста. Сдавая поручения асква дерева? Пожалуйста. Открывая сундуки асква натиска? Пожалуйста. Уточняю, что этот контент, самый первый уровень портала, в нем будут противники сотого уровня. То есть, с другими словами, плюс-минус, это как будто вы бежите кошмар на подземелье сорок пятого уровня. Потом сто первый, сто второй, ну и в общем и так далее. Когда вы будете достигать какого-то рубежа, где уровень противника будет соответствовать какому-то кошмарному подземелью, игра вас будет сама предупреждать, что вы сейчас запускаете тот портал, уровень которого соответствует подземелью, допустим, 50-му. Ну и так далее на повышение. Что касается процесса фарма, то он, в общем, простой. В портале не действуют никакие модификаторы на противников. Ни усиление противников, ни на дебаф в вас. Вот как зашли, так и побежали. Если элитка, вот какими бонусами элитка обладает, те бонусы она будет использовать во время боя. Лута никакого нет. Все уровни разные, они абсолютно разнотипные, как по уровню построению, так и по декорациям. Кто играл в Diablo 3, тот понимает о чем речь. То есть, все порталы разные. Даже если вы будете повторно бегать 10 уровень, 10 уровень, 10 уровень, они тоже будут отличаться. На все про все нам выделяется 10 минут. Вот за 10 минут мы должны забить полосу прогресса, убивая всех возможных противников. И как только полоса прогресса доходит до конца, то есть мы достигаем рубежа в 100%, прямо на этом месте будет открываться портал, который будет вас перемещать на арену с боссом. Что с ним делать, я думаю, вы знаете. И после этих успешных переговоров вы будете поднимать лут, а также вас будет ждать сундук. Но открывая этот сундук, вы будете получать местный ресурс. Это ресурс, который требуется для крафта наших приметов. Более подробно мы это обсуждали в предыдущем видео. Если смотрели, то да, это именно он. Если не смотрели видео, посмотрите, будет крайне полезно. Кроме всяких осколков, приметов экипировки, мы еще будем получать очень полезный ресурс, который называется стигийский камень. Я просто вам о нем сообщу, а акцент на нем делать еще не буду. На текущий момент времени. Но в видео мы с вами к нему еще подробно вернемся. Это я вам обещаю. Затем, когда вы все это дело успешно собрали, вы возвращаетесь в город, или через портал, или через контекстное меню. Но далее повышаете уровень портала и побежали дальше, дальше, дальше. Вот это три момента, для чего нам нужны эти порталы. Это свой урон проверить. Насколько высокий портал ты закроешь. Ресурсы для крафта повыбивать. Ну и еще раз напомню, третий момент, это стигийские камни. О них слегка позже. В любом случае, если хотите все это дело потестить сами, можете забежать и потестить. Но напоминаю, чтобы принять участие в тестах, вы должны или же обладать игрой в батлнете, или же через подписку в геймпасс. И если вдруг у вас Диабло 4 не имеется на вышеперечисленных сервисах, то, увы, ожидайте сезона. Затем изменения, которые коснулись адского натиска. У нас в реалиях этого натиска есть возможность призывать нового босса. Это кровавая дева. На самом деле, ничего серьезного. И мое мнение следующее, что если я, адский натиск, буду фармить соло, этого босса призывать я не буду. А вот если бегать в пати, втроем или же вчетвером, то почему бы нет? Итак, как фармиться, где фармиться, что требуется. Во-первых, безусловно, мы этого босса можем призывать только, когда работает адский натиск. И этот контент, по сути, работает как кровавая жатва во втором сезоне, если вы помните. То есть набрали ресурсы, пожертвовали его в одну стопку, во вторую стопку и в третью, контент запускается. Похожим образом запускается контент и здесь. Здесь смотрите на вашу мини-карту, на вашу карту. На ней будет отображаться такой череп суккуба. И как только вы к этому месту подбежите, там будет находиться три алтаря. И на каждый алтарь требуется поместить одно губительное сердце. Так, теперь где добываются эти сердца. Я, дорогие друзья, порассматривал разные варианты. Не факт, что это единственное место, но пока я обнаружил только одно место, где это сердце можно найти. Это когда мы открываем наши сундуки на 275 золы. То есть на 5 единиц живой стали. Там мы забираем нашу сталь, а также лично я получил одно сердце. Сундуки по 75, по 150 мне эти сердца не давали. Но затем, когда вы найдете три таких сердца, или же какие-то рандомные игроки активируют, то есть поместят туда три сердца, или же кто-то положит два сердца, а вы поместите третье. В общем, иконка замерцает на миникарте, это будет информировать всех, что запускается ивент. Ну и там уже будет собираться народ, будут крошить противников. Сначала все возможных мобов, которые будут появляться, появляться и появляться, а затем эту кровавую делу. Еще раз говорю, это всего лишь большой здоровый суккуб, как по мне, ничем не примечательный. Но на самом деле остается у нас еще пара вопросов. Первый вопрос связан с новым боссом. У нас появляется Андариэль. Где этот босс находится, что нам требуется, чтобы его призвать? Итак, как ориентир нас интересует город Тарсарак. Затем мы должны направляться немного восточнее, и там будет располагаться вход в подземелье, которое называется зал висельника. Это подземелье очень коротенькое. Мы туда забегаем, чуть-чуть пробегаем и попадаем в зал, где находится чаша. Туда мы должны поместить следующие ресурсы. Первый ресурс это опаленные оковы. И что один, что второй в количестве двух штук. Чтобы получить этот ресурс, мы должны фармить лорда Зира. С этим понятно, проблем не имеется. Что касается второго ресурса, то это утыканная булавками кукла. Чтобы получить данный ресурс, мы должны фармить босса чудовища в льдах. А вот тут на ПТР есть небольшая проблема. Я убивал этого босса дважды. И, к сожалению, так ресурсы я не получил. Ни одного! Мало того, что ресурсы не получил, так после убийства босса даже не открывается, скажем так, купол, который позволяет апать глифы. Не знаю, как по мне, наверное, это баг. По-другому я не могу это описать. Но далее, я думаю, понятно. При наличии ресурса нажимаете призыв. После чего будет начинаться сражение с Убер Андерель. Убивая которую, с небольшой вероятностью, вы сможете выбить из нее Убер уникальные предметы. В общем, такие же предметы, как и из Убер Дюреля. Помните, я говорил, что мы вернемся еще к такому ресурсу, как стигийские камни. Так вот, время пришло. Напоминаю, что эти стигийские камни с небольшой вероятностью мы выбиваем из контента ямы. Так вот, эти стигийские камни нужны для того, чтобы призывать Убер-Убер-боссов. Причем абсолютно любого и каждого. Чтобы призвать Убер-босса, нам требуется три таких камня. А также ресурс, который требуется на призыв босса, помноженный на пять. То есть, чтобы призвать Убер-Убер-Дюреля или же Андерель, нам надо три камня. А также по десять ресурсов каждого типа. Чтобы призвать Эховаршана, нам надо три камня. А также по пять единиц ресурса каждого типа. Чтобы призвать Зира, нам нужно сорок пять единиц крови. Ну и безусловно три камня. Опять-таки, я думаю, вы уже догадались, где призываются эти вот Убер-Убер-боссы. Они призываются в том же месте, где призываются их оригиналы. Просто надо выбирать соответствующую менюшку. А что касается Чудовища во льдах, я думаю, вы тоже, наверное, догадались. Нет? Поясняю. Для того, чтобы попасть к боссу Чудовища во льдах, нам надо скрафтить ключ. У оккультиста. Этот же ключ, но для него потребуется немножко больше эссенса ужаса, а именно сорок пять единиц. Мы можем скрафтить у оккультиста, который отведет нас уже к Убер-Убер-Чудовищу во льдах. И для крафта потребуются, да-да-да, эти вот стегийские камни в количестве трех штук. Ну не знаю, лично как по мне, опираясь на опыт прошлых сезонов, то есть второго и третьего, продуктивнее игроки будут фармить ресурс на призыв именно Убер-Убер-Варшана. Потому что, не знаю как у вас, у меня этого ресурса огромное количество. Сердец только под сотню. А здесь надо по сути по пять единиц каждого ресурса, плюс три камня и все. Убер-Убер-Варшан. Изи, как говорится. И что касается уже этих Убер-Убер-Боссов, то они естественно будут сильные, потому что они будут двухсотого уровня. И тут надо потрудиться. И один момент есть очень приятный. Ну как приятный? Бонус будет как минимум, точно не минус. Что когда вы впервые убьете этого Убер-Убер-Босса, вы гарантированно получите Искру. Если кто-то не знает или же забыл, что такое Искра, напоминаю. Это тот ресурс, который вы получаете, когда разбираете Убер-Примет. Да, Убер-Примет вам не дадут. Но получите ресурс, который соответствует разобранному Убер-Примету. Тоже приятно. Еще есть один очень приятный момент, что каждый из этих Убер-Боссов, Убер-Убер-Боссов, не важно кто это, Дюриэль, Андериэль, Варшан, Григуар, не суть. Каждый из этих боссов имеет повышенный шанс, шанс гораздо больше, нежели Дюриэль и Андериэль, на дроп Убер-Убер-Убер-Убер-Приметов. Так что их фармить будет, наверное, продуктивно. Имейте в виду. И это, дорогие друзья, в принципе, вся информация, которую можно вам сообщить, отталкиваясь от ПТР-тестов. Если что-то будет еще интересное, актуальное, важное, я, безусловно, вам сообщу. Но пока всего этого вам более чем хватит, чтобы подготовиться к сезону. А скоро, где-то в 20 числах апреля, нам сообщат еще и тематику. Тогда обсудим и это. А здесь мне интересно ваше мнение. Что вы думаете о контенте? Что вам понравилось? Что не понравилось? В общем, впечатлениями делитесь в комментариях. А здесь я с вами прощаюсь. Благодарю за внимание и за просмотр. Не болейте. Ну и желаю удачи в фарме контента.